Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Должение пешеходного путепровода склады амаль 60 метров, шириня 3 метры. На его реконструкцию потребовалось больше 8 миллиардов рублей. ГТС-родки были выделены из областного бюджета. Этот мост можно назвать таким объектом интересным, потому что он очень выполнен в такой конфигурации, необычной. Ночью он будет освещен оригинальной подсветкой, поэтому он как дополнительный туристический объект. Все лето уже отрестаурованы киевские замковые спуски. Открыта новая набережная. В худшем часе будет увидена в эксплуатацию оглядная вежа. На черзе каплица поховальня князя Упаскевича. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». Сегодня на «Гомельщине» протягиваются литературные дожинки. Письменники и поэты наведывают Ельский район, где проводят дискуссии об перспективах створения творов обродной земли. Как оценивают свои досягнения сами литераторы? И чему друкованное слово по раннейшим оказывает таки уплыв на читачоу? Ведая Олег Синцерову. Международный фестиваль свято-славянской литературной дожинки все лето проходит у девятый раз. Серотеху удельников, поэты и письменники из Беларуси, России и Украины. Программа довольно насыщенная. Презентация книг, яке выдадзены за почвный год, узнагороджение перемыслов творческих конкурсов, обмеркование новых суместных проектов. Неофицийно, все литние литературные дожинки. Почались еще 29-го кастричника, коли письменники сострыкались со старшеклассниками Российской Федерации и Беларуси, у денегами Олимпиады школьников союзной державы. Тогда же почалась и творчая акция Гомельского отделения союза письменников. Тыдень с доброй книгой, у межих, якой литераторы наведывали агульно-аддукационные школы. Что ты за старту офицейного, то почался и традиционно запаривание славянского огня дружбы, как символ сопротивления организации письменников Беларуси, России и Украины. Гэтое сопротивление протягивается уже не одно десяти годе. И сиулетах мельчанам так само есть чем поделиться. 230 книжек выдадено за 10 годов, сё лето 22, и два альманахи, литературная гомельчана. Один специально, потому что год молоди для творчей молоди, где размещаны творы, каля 60 молодых литераторов у тымлику наших организаций-партнеров. Мы в минулом году заключили договор о творчем сопротивлении с шестью организациями, такими, как мы, областными, Краснодар, Курск, Бранск, Глухов. Третий год литературной дожинки на гомельчане проводится с уместной гомельской епархией. Священнослужители Пиракананы сегодня друкованное слово, по раннейшим оказывая мостный уплыв на взглядомость людей. Тем больше, когда это слово несет читачам добро и святло православия. Очень приятно будет вручить наши маленькие награды тем людям, которые участвовали в этом конкурсе и которые от всей своей души, от всего своего сердца написали свои произведения, свои стихи, песни, которыми будет в дальнейшем пополнена наша белорусская литература. Сегодня у Деники Международного фестиваля свято славянская литературная дожинки наведуюсь Ельский район, где выступить перед читачами и подарить свои книги мясовым библиотекам. Тоже запланованы и дискуссии на конт створения мостовских творов об родной земле. Письменники Пиракананы – это вельмень не просто, а тому большинство книг на эту тему для читачов элементарно не цикавая и препонуют свои погляды на эту проблему. Я вот Максима Горкова пригадываю, он назвал литературу «Казка для дорослых». Вот эту казку нам треба сделать, но сделать так, чтобы это было правдиво, чтобы человек, который прочитал, не сказал «Ну, хруст, письменник». Так же не бывает. А вот когда письменник придумает нечто, а читач прочитает и скажет «Ты глядь, как это? Как про меня написал?» Вот где это будет литература. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, Телерадо, компания «Гомель». Гомельский державный профессийно-технический колеч «Кулинары» У нас стопроцентное трудоустройство. Все выпускники, которые оканчивают у нас полный курс обучения, трудоустраиваются в специальности. И заявок у нас всегда гораздо больше, чем мы можем поставить специалистов на рынок труда. До инших тем. Гомельские школьницы выратывали от огню целую вёску. Пятиклассница Адрияна Романькова разом с Аброукой Лерой Щогалевой потушили подпаленное поле. У момент надзвычайного здарения на заклик дятей Абдапамозе жихары населенного пункта рыбки нияк не адреаговали. Никто с дорослых школьницам не поверил. Не чекаючи подмоги, девчонки кинулись оттушить огонь самостойно. Как справиться со стихией, дети нагружали в опротку песок и носили у месту сгорания. Я когда тушила, я не знаю, что со мной было, но я тушила это всё быстро, я бегала. У меня были кеды, я бегала прям по углям. У меня уже было и не больно, и ничего. Я уже быстрее хотела потушить этот пожар. Но я думаю, что надо не проходить мимо и всегда помогать всем и всему. Як означают специалисты МНС, подобные выпадки – худшие выключения. Части за все люди проходят мимо, и пожары, которые можно потушить шклянкой воды, приводят до трагедии. На сегодня у Гомельской области уже отбылось, когда 750 пожаров, у огня загинули больше, чем 70 человек. И когда б не смелость двух школьниц, мог чим, а это лишь бы были бьемшими. Сопрацовники МНС наведали школу, где учатся девчонки, как подяковать юным помощницам. На примере героизма ребенка хотелось бы обратиться к взрослым, к родителям. Напоминайте правила поведения детей в аналогичных ситуациях. Сами не оставайтесь равнодушными. Обращайте внимание. И это была пошная информация о выпуске. У студии працывала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до новых встреч у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова